Александр Лебович, руководство РПЦ сформулировало новую тактику работы с общественным мнением. На архиерейском соборе они приняли документ, этот документ называется «Отношение РПЦ к намеренному публичному богохульству и кривете в адрес церкви». В документе сформулировано понятие «богохульство», я процитирую, «это богохульство – это оскорбительное или непочтительное действие слова или намерения в отношении Бога или святыни». Дальше они определяют детали и ряд противодействия богохульству тоже от пикетов до судебных процессов. Вы довольно часто в последнее время выступаете, оппонируете православные церкви. Ждете здесь пикетов у себя и судебных процессов против себя? Боитесь? Я вообще, честно говоря, сам много ставил пикетов и могу продолжить это все, поэтому пикетами меня не удивишь. Но что касается разговоров о богохульстве, то это, в общем, конечно, ни на чем не основано и просто является на данный момент пока глупости и пока таким нормальным поповским междусобойчиком, который для нас, живущих в светском государстве и подчиняющихся Конституции, абсолютно ничего не означает. Дело в том, что мы все, ни вы, ни я, ни он, не обязаны знать, что является для определенной корпорации, для определенного кружка людей, объединенного религиозными пристрастиями, что является святым. Мы совершенно не обязаны разбираться в том, сколько у них богов, богинь, сколько у этих богинь рук. Мы совершенно не обязаны знать, используют ли они сейчас на своих молитвенных сходках бубны, или это делают только их северные коллеги. Мы не знаем, нужно ли там приседать или нужно, наоборот, ложиться на пол. Мы не обязаны всего этого знать, вплоть до того, что мы не обязаны знать даже там фамилию генерального директора, кто у них там сейчас патриарх Чаплин, по-моему, да, или кто-то другой. Неважно, мы не обязаны этого знать. И в связи с этой необязанностью мы не можем кощунствовать по определению, потому что для меня, для очень многих других людей нет никакой разницы между одним персонажем мифов, там, Иисусом и Азейсом, например. Ну, нет, это и тот, и другой культурологические фигуры, которые вполне возможно и критически осмысливать, и иронически осмысливать, как угодно. Вы не знаете этого, пока они не подали на вас в суд или не встали пикетом под вашими окнами, а потом придется узнать. Нет, мне этого все равно не придется узнать, потому что нигде, ни закон, ни конституция не обязывает меня знать какие-то внутрикорпоративные ценности, которые они исповедуют, и изучать эти ценности. Даже если они создадут некий свод, да, вот это является кощунством, да. Вот интересно, каким образом меня смогут заставить ознакомиться с этим трудом? Да никак. А может, что ли, пришлют, чтобы я под дулами автоматов прочел? Это пока невозможно. У них есть единственный выход, они очень хотят увеличить свою коммерческую сферу. Понятно, что они очень хотят вовлечь максимальное количество людей в процесс купли-продажи свечек и религиозных услуг. Это нормально. Всякий бизнес считает своим долгом прости. Но у них выход один – это проводить референдум и становиться государственной религией. В таком случае я буду обязан уже знать, что является для них святыней. То есть церковь, по-вашему, это коммерческий проект, и никаких других интересов, кроме денег и власти, за этими ребятами не стоит? Мы не обязаны считать никак по-другому до тех пор, пока они не являются государственной религией, до тех пор, пока законодательно не закреплено иное. Мы абсолютно вправе рассматривать их как строго коммерческую костюмированную структуру, которая беспокоится о расширении своего бизнеса, потому что ничем другим объяснить происходящее невозможно. Но в таком случае надо платить налоги и вести бизнес честно. Это единственное, чего мы от них хотим. Никто же не говорит, что вот религии не должно быть. Да я сам за то, чтобы она была. Я сам за то, чтобы этим людям обеспечили возможность удовлетворения их религиозных потребностей, возможность молиться, возможность отбивать земные поклоны и целовать руки толстым, переодетым мужчинам с бородой. Пожалуйста, никто не собирается в этом препятствовать. Но необходимо вернуть религию туда, где она должна находиться, в область частной личной жизни. Это всего-навсего соответствие Конституции. И я, кстати, первый за то, чтобы прекратить всякую атеистическую пропаганду, если будет прекращена религиозная. Вообще сделать эту тему запретной и закрытой. А не кажется вам, что вообще все вот эти истории, связанные с введением дресс-кода, созданием списка моральных ценностей, все эти новостные поводы, скандализирующие общественность, это ни в коем случае не какие-то там стратегические инициативы церкви, а просто пиар-технологии, которые они применяют, церковь осваивает пиар, да, они генерируют негативные новости, потому что о хорошем мы не пишем. Не хотим писать о хорошем в церкви, вот они нам сделают, пожалуйста, введение дресс-кода. Ведь возможно и такое? Не думаю, там пока нет таких штыков, которые были бы способны на такие многоходовки. Я думаю, что это просто достаточно примитивная тенденция к разрастанию. Ведь в чем проблема-то заключается? Ну вот у людей есть заработок, да, я имею в виду попов. Есть люди, у которых есть устойчивое хобби, или не очень устойчивое, я имею в виду верующих, да, ну, как бы православие тот же самый вид хобби. Но ничем принципиально от любого другого хобби это не отличается. Ну, могут быть какие-то коктусоводы, там, фелинологи, люди, которые умеют вышивать бисер. Но чем отличается религия от них, от коктусоводов и фелинологов? Религия стремится всем, кто не разделяет ее взглядов на реальность, всех этих людей объявить неполноценными, неправильными, больными, заблуждающимися, убогими и так далее, и так далее. И смысл религии, конечно, в том, чтобы бесконечно расширяться. Ну, им нужны... Как и любой идеологии вообще. Да, конечно, потому что любая идеология такая же финансовая организация всегда. И чем больше будет покупатель свечек, тем крепче будет, собственно, конструкция самой религии. Это понятно, да? Саня Глебович, послушайте, вам не кажется, что те люди, которые оппонируют русской православной церкви, в ком-то смысле еще хуже, да? Потому что у церкви есть какие-то моральные ценности хотя бы за спиной. А что есть у этого либерального болота, которое выступает против русской православной церкви? Некое мифическое, не менее мифическое, чем религиозные догматы, концепция прав человека и либеральный релятивизм не будет русской православной церкви, что останется? Извините, молочные железы волочковые? Вы знаете, я не думаю, что когда-нибудь церкви не будет, да? Я думаю, что либо она, либо на ее месте будет некое образование, которое будет вот эти вот магические, мистические, религиозные потребности определенных людей удовлетворять. Это будет всегда. И то, что вы называете молочными железами волочковые, это не настолько вселенское, не настолько огромное явление, чтобы действительно заполнить собой все психологическое пространство России и окружающих. Ну, по крайней мере, на Украину точно не хватит. Там, я думаю, есть что показать в ответ. И это будет, я думаю, в самом скором времени сделано. Но, когда вы говорите о церкви как у носителя морали, позвольте с вами не согласиться, потому что считать нужны не слова, а трупы. Трупы. И если мы посмотрим, какое количество религиозных войн, трупов, крови, ненависти друг к другу сгенерировало христианская мораль, то мы поймем, что немецкому фашизму до нее, конечно, далеко. И когда я говорю, что не было церковной репрессии в отношении церкви, их действительно не было. Были сведения счетов прихожан со своими духовными наставниками и воспитателями. Которым наконец-то развязали руки. Совершенно верно. Ведь все люди, посмотрите, в каком году произошла революция? В 17-м году. Совершенно верно. В каком году возник, был опубликован декрет о свободе вероисповедания? В 1906 году. То есть до 1906 года причастие, катехизация, закон Божий, воскресность в строго обязательном порядке. То есть все люди, которые делали революцию, все люди, которые наворотили эти 20 миллионов трупов, все люди, которые совершали изнасилование, жгли, сбрасывали попов с колоколин, это все крещенные, верующие, причащенные люди. То есть итог, к чему они могут привести, итог их педагогирования, мы видим, мы его один раз видели, мы это уже прошли. Поэтому, когда я говорю, что это достаточно опасная по своей сути идеология, которая, если кто-то ее хочет исповедовать, да пожалуйста, но в режиме частной жизни. Александр Лебович, ну вот я не понимаю, когда выходит телевизор какой-то политик, этот политик учит нас как жить. А мы почему-то к этому относимся совершенно толерантно, да, по крайней мере более толерантно, чем когда то же самое делает священник. Хотя казалось бы, кто такой вот этот дядя в костюме, кто такой этот политик, почему он пытается каким-то образом менять нашу жизнь. Но мы его терпим, а священника мы не терпим. Почему? Ну потому что, скажем так, политик получает деньги именно за это, да, это его прямая обязанность пытаться воздействовать на общественные, достаточно суетные, достаточно мирские, достаточно обиходные процессы. Какой длины должна быть юбка, сколько должна быть открыта ляжка, какого цвета, и должны ли быть трусы в горошек или нет, я не знаю там. Дело в том, что они занимаются совершенно не свойственным им делом. Понятно, что они рекламируют свой концерн, да, что им нужно увеличить число покупателей свечек, и они не остановятся ни перед чем, даже перед тем, чтобы стать посмешищем. Но, как говорится, любая публикация хороша, кроме некровога. И вот они идут на эту, наверное, все-таки я косвенно подтвердил, справедлива была ваша мысль, что пусть и неловкая, пусть и корявая, но вот это стремление самопиариться любой ценой. Расширяя рынок религиозных услуг, тем самым. Все-таки, наверное, вы были правы. Вы знаете, вот тот вопрос, который мне задавали больше всего после нашего первого интервью, а почему Невзоров вообще ругает православие? Почему не дает ему православие спокойно жить? Сложно себе представить, что вот какой-то поп, да, может вас заставить вести себя определенным образом. Вряд ли это страх, да, вряд ли вы там болеете за общественный интерес какой-то. Что тогда? Что вами движет, что не дает вам православие покоя? Почему? А мне поп какой-то нахамел. Давно? Ну, скажем так, по-моему, где-то год назад. Причем вот я честно говорю, когда меня тоже спрашивают, что вы, собственно говоря, я говорю, они первые начали. Но нахамел-нахамел ответа, а ответили бы ему, так сказать, лично. А да я не помню, кто именно нахамел. Для меня все эти бородатые на одно лицо. Получается, месть Невзоров православия? Нет, никакой месть Невзоров. Они начали хамить, я начал хамить. Но я не хамлю, а как раз пытаюсь, скажем так, не только сдерживаться. Ведь, заметьте, я никогда не позволял себе и не позволю высказать свое личное, да, отношение к этой или к другой религии. То есть, то, что вы говорите, это еще не личное отношение? Стоп, я отвечаю на вопросы, задаю вопросы или оперирую общеизвестными фактами. Это не личное, конечно. Это не мое отношение к религии, это всего-навсего та объективная реальность, которую я довольно пунктуально пытаюсь следовать.